Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И что происходит с новыми технологиями? Потому что идея была часто в том, что мы кончили с советской властью, а дальше всё остановилось, всё начало разваливаться. А в металлургии совершенно точно не так. Я бы сказал, это совсем не так. И сегодняшние металлургические наши заводы, конечно, день и ночь по сравнению с тем, что было вчера, хотя моего родного Серпа и Молота был тоже в Москве и нет. Но может с точки зрения экологии, слава богу. И что такое металлургия на просторах бывшего Советского Союза? Потому что та же украинская металлургия была одной из самых сильных в стране, и она вполне себе была сопоставима с металлургией России. А где-то в каких-то предприятиях она была просто уникальна, а вот чего там сегодня непонятно совершенно. И, наконец, что такое наши отношения с миром по этому поводу? Потому что мы же подписали вот некоторые соглашения, но не ратифицировали, слава богу, по парниковым газам. А металлургия – это такая штука, которая их даёт хоть тресни. Вот умри, но они будут, и тут ничего не сделаешь. Если только все заводы не позакроешь, и тогда не очень понятно, только у японцев, что ли, металл покупать. Вам слово, всё, что интересно вам, вот и обрушивайте на наши головы. А я превращаюсь в ухо. На иврите это называется «Аниколозе» – «Я весь ухо». Да, я напоминаю, Юрий Мишин у нас в гостях. Да, добрый день. Спасибо, что пригласили. Ну, вы знаете, для начала я бы, может быть, хотел сказать несколько слов о том, что всё-таки такое русская сталь. Звучит хорошо. Звучит хорошо, но на самом деле это такая общественная организация, некоммерческое партнёрство, которое было создано, кстати говоря, 15 лет назад, то есть в этом году практически юбилей. Входят туда на сегодня 9 компаний, то есть организация-то небольшая. Ну, это компании такие, как «Евраз», «Мечел», «Магнитогорский комбинат», «Малитический комбинат», «Северсталь», «Металл-Мез», «Трубные металлургические компания». Да, там десятки тысяч рабочих, вообще говоря, на каждом из этих заводов. Да, да, да. И «Промышленный металлургический холдинг», я должен всех назвать. Это примерно 90% общероссийского производства стали на сегодня. И вообще для чего создавалось это объединение? В принципе, в мировой практике такая система, такой подход, он вовсю существует и используется, когда создаются такие отраслевые объединения, им передается часть функций по представлению, продвижению интересов отрасли, предприятий, по взаимодействию и с органами государственной власти, и со смежными отраслями, и с другими какими-то организациями объединениями. Лоббизм? Лоббизм, цивилизованный лоббизм, собственно говоря, этим мы и занимаемся. Плюс к тому реализация каких-то проектов, которые интересны всем членам компании. По разным направлениям, это может быть аналитика, это может быть решение каких-то вопросов, связанных, я не знаю, с тем же самым климатом или с наилучшими доступными технологиями, ну и с взаимодействием с нашим любимым РЖД и так далее. Что такое наша металлургия сегодня? Несколько скучных цифр. Вот доля ВВП, это всего на все 2%, вроде бы не очень много. В промышленном производстве это 18%, в валютных поступлениях это 6%, то есть это второе место после нефтегаза. Работает непосредственно на основном производстве где-то порядка 400 тысяч человек. Я думаю, что вместе с вспомогательными, смежными металлоторговцами пару миллионов, наверное, наберется. Ну а потребителями этой продукции в конечном итоге являемся все мы, практически все. И на сегодня можно сказать, что сталь, она остается важнейшим конструкционным элементом, без которого, конструкционным материалом, без которого невозможно, в принципе, ни жизнь, ни нормальное техническое развитие. И плюс у него есть еще одно свойство, уникальное по сравнению с другими материалами. Сталь может бесконечное количество раз практически перерабатываться, в виде скраба возвращаться в производство, и из этого уже отслужившего металла, при известных условиях, может производиться вполне кондиционный продукт. Буквально два слова о том, чтобы представлять масштабы крупного металлургического предприятия. Вот, скажем, 10 миллионов тонн годовое производство, ну это, в принципе, нормальная цифра. У нас таких несколько штук есть, и в мире их больше, чем достаточно. 10 миллионов тонн продукции, это, если пересчитать в железнодорожные вагоны, это порядка 400 вагонов в сутки. Только продукции, плюс к этому надо доставить как минимум тысячи вагонов сырья. Представьте, в одни сутки, в одном месте, надо вот такое огромное количество продукции нагрузить, и надо еще принять, значит, в два раза больше практически. А она не складывается где-то? Нет, она складируется, естественно, формируются там склады, запасы. Ой, я вам потом расскажу логистику работы металлургического слова. Я говорю о том, что производственная и транспортная логистика в недрах каждого металлургического предприятия, это одна из сложнейших задач и сегодня во всю, там, я вас уверяю, есть чем заняться, значит, нашим молодым айтишником и специалистом в области, там, организации, производства и так далее. Ну, кстати, и на экспорт же тоже идет металл, причем в огромных объемах, там же еще и порты, его как-то самолетами особо не перемещают. Да, учитывая, что, в принципе, вот каждое металлургическое предприятие, это практически вот набор таких сложных технологических процессов, причем один завязан на другой, и вот организовать нормальную эффективную работу целого предприятия, я хочу сказать, это требует достаточно высокой степени организации и производства, и подходов, собственно говоря, к этому делу. Поэтому-то, я думаю, что не зря где-то у нас еще во времена Советского Союза, ну, вот считалось, что такой показатель, как объем производства стали, это характеризует очень так серьезно вообще место страны в ее геополитическом окружении. Ну, у меня просто с времен института и после институтских осталось в голове, что крупный завод и город – это нечто, два крыла одной системы – магнитка, Череповец, Челябинские металлургические заводы или трубные, и много чего другого, даже можно называть их бесконечно, вот те, на которых я работал. Да, совершенно верно, у нас сейчас существует понятие моногорода, очень часто, когда в городе находятся предприятия, то все остальное, что там создано, оно так или иначе завязано на этот металлургический. А просто обслуживает это, и семьи металлургов. Совершенно правильно. Теперь, может быть, вот уже говорили о том, что там происходило после развала Советского Союза, что было, скажем, в последние годы существования Советского Союза. Я хочу сказать, что СССР занимал первое место по выплавке стали, пик был достигнут, по-моему, в 88-м году, это уже незадолго перед крахом, это было 163 миллиона тонн, стали по всему Советскому Союзу. Но сказать, чтобы наша советская металлургия была передовой, наверное, все-таки нет. А странный вопрос, в России сегодня сколько? Сейчас к этому подойдем. Значит, еще раз, в СССР, там, где было отдельно Министерство Черной Металлургии, Министерство Мехаллургии, там был Госснаб, там был Госплан, там были отраслевые научно-исследовательские проектные институты, по-моему, их было более трех десятков этих институтов. Да гипромезы были отдельно. Гипромезы, там, Московский, Укргипромез, Ленинградский и так далее. А сейчас-то не хватает вот этих всех исследовательских центров? Ну, в какой-то степени да, но ведь смотри, какой парадокс получается. У нас была мощнейшая наука, у нас были совершенно великолепные какие-то научные разработки в отрасли. Но технический уровень отрасли оставался, мягко говоря, не самым передавленным. А как, почему? А всегда была проблема, значит, работать головой людям, вернее, это проблемы не было, но реализовать идеи, внедрить вот эти разработки на практике, это было действительно проблема. А почему? Не было конкуренции, не было стимула из-за этого? Ну, видимо, мы были нацелены на абсолютные какие-то показатели, выплавили стали, там, 163 миллиона тонн. Другое дело, что мы из этой стали произвели, там, порядка 115 миллионов тонн проката всего. То есть, у нас получается, что практически 50 миллионов тонн проката крутилось в оборотном цикле, перерабатывалось, там, внутри тех же самых заводов. Это очень много. А что значит прокат? Простите, я как дилетант буду сдавать, чтобы... На конце цепочки металлопрокат после проката на восстановление. Металлургическое предприятие полного цикла привозит железная руда, уголь, ну, еще там какие-то компоненты. А отгружается оттуда стальной прокат. Это лист, это, может быть, арматура, это, может быть, какой-то профиль. А вот то, что крутилось 50 миллионов туда-сюда, это что? А это в виде того, что в ходе производства переходит в отходы. Это всевозможная обрезь, угар. А это все равно считалось, да? Ну, мы считаем... Но выплавили, выплавили. Ну, это нормальное явление, это всегда определенные потери есть, но просто эти потери определяются технологиями. У нас, значит, в России конкретно в 90-м году было выплавлено 90... Да, в 90-м году 90 миллионов тонн стали было выплавлено. Порядка 60 миллионов тонн проката было произведено. При этом у нас примерно 50% стали производилось мартеновским способом, в мартеновских печах. Доля непрерывной разливки стали составляла порядка 20%. Это как раз те технологии, которые определяют эффективность металлургического производства. То есть можно было эффективнее работать? Меньше бы было отходов, да? Да не то слово. В то время уже в развитых странах мартенов практически не было. Считается далеко не самый эффективный. Способ, да? Способ производства. Непрерывная разливка стали, которая тоже в значительной степени определяет долю потерь внутренних, она составляла в разных странах порядка более 90%. А изобрели у нас. Папа изобретался, товарищи. Первая установка непрерывной разливки стали была построена на Новотульском металлургическом заводе. Было. Месоедов, Карпека, Становский. Старые бойцы были. Гипромисс в этом плане и ЦНИ и ЩЕРМЕТ, они, конечно, сказали свою. Сначала стал проект, в 50-е, в начале 60-х, да? Было такое. Так, а потом, смотрите, что происходило потом. В 90-е годы коллапс нашей экономики. И, собственно говоря, и металл никому не нужен. И вообще непонятно еще, как мы сохранили эти заводы, почему они все не остановились, не разрушились, не заваливались. И где-то, наверное, к концу 90-х, начало 2000-х практически оформились вот те холдинги металлургические, вот в том виде, в котором они существуют сейчас. И дальше уже изменилась и экономическая ситуация. Хотя мы там проскочили два кризиса, как вы помните, и 1997-го года, и потом... А, о нем дефолт. И даже не помню. Ну, металлурги помнят. Проскочили в смысле, все хорошо прошло? Без каких-то трудностей? Прошло нехорошо. Прошло достаточно болезненно, я имею в виду, что прошло. 26-й, 1997-й, это было очень остро, хотя мало кто об этом помнит. После этого дефолт уж был даже и не так обиден. Да, это здорово ударило по рынкам, конечно. А дальше у нас начался очередной цикл, где-то примерно со 2-го, с 3-го года, значит, на арену вышел Китай и потянул за собой, собственно говоря, всю экономику, включая и ее металлургическую составляющую. Конечно, и рынки начали расти, и финансовый результат был очень хороший, деньги появились. Но в то же время уже отрасль стала практически вся частной. И вот здесь, на мой взгляд, произошло то, что... По сути, на деле подтвердило преимущество управления в частном секторе и перед государством. Причем это не мелкий розничный торговый бизнес, это монстры, это гигантские объединения с городами за ними. Я хочу сказать, что любой маломальский приличный инвестиционный проект в металлургии, это сотни миллионов долларов, если не миллиард. Но, тем не менее, у нас вот за следующие 10-15 лет, ну, если взять, например, с 2000 по 2015 год, в отрасли было инвестировано порядка 2 триллионов рублей, это чуть меньше, зависит от периода. При этом, ну, отрасль преобразилась кардинально. Значит, были построены новые станы, были построены новые заводы, были построены новые сталеплавильные цехи. В принципе, ну, это тема отдельного разговора, но вот многие предприятия, они вышли на качественно новый уровень по своим технологическим возможностям, совершенно правильно об этом сказали. И на сегодня я могу сказать, что наша большая металлургия, она нисколько не уступает мировому уровню ни по эффективности, ни по уровню технических решений, которые там используются, ни по качеству продукции, которую она выпускает. И поэтому, в принципе, мы можем удовлетворить потребность практически в любом металле на внутреннем рынке. И сегодня, вот если вы помните, я говорил, что было 50% мартеновского производства, сегодня на крупных заводах мартенов нет вообще, ну, там осталось, по-моему, процента 2. Вред от них, кстати, был жуткий, экологии. Да, про рабочих я уже даже и не говорю. Про эффективность энергетической, с точки зрения выбросов, конечно, это была та еще технология. Ну, у нас не случайно пенсии с 50 лет, по горячему стыжу. Потому что помираешь в 52 и еди. Ну, хоть чуть-чуть пожить, да? Да, вот было построено, вот в чистом поле только несколько заводов было построено. Это вот за 2000-е годы, да, вы имеете в виду? Да, это вот, ну, за этот вот период. Во-первых, был построен совершенно замечательный завод в Иксе. Это объединенная металлургическая компания. Впервые в России построили литейно-прокатный комплекс. Это технология, базирующаяся на плавке в электропечи. И дальше идет, собственно говоря, набор оборудования. То есть, вот в единой цепочке с одной стороны стоит печь, а с другой стороны уже рулон металла. То есть, идет после печи непрерывная разливка. Из нее выходит заготовка, сляп по-нашему, да, под плоский прокат, который дальше, ну, через нагревательную печь сразу попадает в прокатный стан. Кто не знает, в Иксе это Муромские леса, Баташовские заводы, 18-й век, одни из самых... Ну, вот скульптуры на памятнике от Арк Триумфальный к войне 1812 года на Кутузовском. Их лили как раз там. А кроме того, у меня там папа после войны был главным механиком. Так что... Как тесен мир, да, получается? Ну, в Иксе, в Иксе. У меня родители там поженились. Знаете, всегда, когда начинают разговаривать, находится куча знакомых, каких-то пересечений. Все учились, работали. Да, Евгений Петрович. А вот эти вот станки, которые вы описываете, они импортные или их у нас делают? Ну, вы знаете, в основном, конечно, импортные. В основном... С станкостроением все хорошо, оно почти умерло. Нет, ну, какие-то проекты реализуются и с участием наших машинокомпаний. Например, вот буквально в прошлом году на одном из ГОК «Металлоинвесты», это на Михайловском ГОКе, была запущена, кстати говоря, первая после развала советская машина, после развала Советского Союза, вживовая машина, та, которая происходит о катыши, если это что-то и говорит. То есть, ну, это сырье для... Ну, да. ...высокачественной... Я просто помню, УЗТМ мощные достаточно уральские заводы в Свердловске, где прокатные стены изготавливали, и они, конечно, в очень тяжелое состояние пришли в 90-е годы, машиностроение было тяжелое, так сильно разгромлено. Ну, да, собственно говоря, сложно, конечно, конкурировать с такими грандами металлургического бизнеса, крупными металлургическими компаниями, вроде как СМС или там Даниэли, или то, что раньше было все с Тальпиной, пару раз... Ну, это годами восстанавливается. Да, тем более, что вот именно для нашей машиностроительной отрасли, вот, 90-е годы, они не прошли бесследно, в общем. Такой харакири, по-русски говоря, там было. Вы, кстати говоря, спрашивали по поводу каких-то новых технических решений. Может быть, помните, когда мы еще учились в институте, там очень много рассказывали про то, что вот грядет новая технология, которая, значит, сметет старые там доминые печи. Прямое восстановление железа, насколько. Прямое восстановление железа, совершенно верно. И я хочу сказать, что эта технология, она последовательно развивается, и в том числе, может быть, еще не настолько быстро, как... Но дом и не смела. Дом и не смела, и удельный вес еще пока не такой большой. Но я хочу сказать, что если смотреть, например, на мир, за исключением Китая, то вот за последние там 10-15 лет установок вот этого прямого восстановления железа было построено больше, чем домных печей. Мы не считаем Китая. А сколько железо это дало? 10%, 15%, половину? Нет, это поменьше, наверное, даже где-то. То есть сегодня чугуна производится где-то миллиард сто по миру. А вот по этой технологии пока что 80 миллионов. Ну, это вообще мало. Ну, казалось бы, ну, во всяком случае... Во время динозоров, питающих было мало. Ближний Восток развивается именно вот по этой линии, потому что там в качестве основного и технологического компонента, и энергоносителя используется природный газ. А в каких странах, если говорить о родном Ближнем Востоке? Ну, это и Иран практически number one, это и Объединенные Эмираты, это и Египет, ну, во многих странах, там, где есть природный газ. И даже Египет. Да, и в Египте тоже. А у нас по такой технологии работает Оскольский комбинат. Ну, у нас тоже есть природный газ, вообще-то, говорят, но мы его на эти сфорблением. Я удивляюсь, почему эта технология не развивалась в наших условиях. А чем она характерна-то? Вот вы так говорите о ней, а вот не все понимают из присутствующих сейчас здесь. Вы знаете, во-первых, по объему капв вложений там поменьше всё-таки требуется, во-вторых, не требуется металлургического кокса, соответственно, не нужен уголь. А чего делают тогда? Это гигантская экономия. То есть не надо строить коксахимы, не надо дефицитный коксующийся уголь где-то добывать. Кстати, это, опять-таки, для экологии крайне полезно. И получается, с экологической точки зрения, совершенно правильно, на производство одной тонны вот этого железопрямого восстановления расходуется там 300 с небольшим кубометров природного газа. И вы сами знаете, что в доменной печи это, считайте, там порядка 600 килограммов угля надо, плюс тот же самый еще природный газ, плюс... И на зарплату выходил летку пробивать, он же домищек был. Да, на карагандинском комбинате. Да, да, да. Так что я хочу отметить, что в свое время, когда оскольский комбинат строился, у наших функционеров и в правительстве в том числе, хватило и ума, и смелости пойти именно по этому пути, выбрать именно эту технологию, которая вот сначала была реализована на осколе. А кто это раскручил? Байкова тогда? Манохин? Нет. Это, значит, изначально соглашение было подписано на межправительном уровне, там Россия, Германия. Затем реализацией уже непосредственно этого проекта занимался ваш любимый гипромисс, там был главный инженер проекта, если не изменяет память, замечательный человек Савинов Леонид Маркович, Сличермет наш любимый, Сергей Евгеньевич Лазуткин, руку приложил к этому делу. Но это 80-е. Это 80-е годы, да. Оказалось, технология очень успешно, очень эффективной, причем качество металла совершенно бесподобное. И потом уже когда Оскол развивался уже в наши новейшие времена, уже после развала Советского Союза, он был частным, там еще построили один прокатный стан, потом цех отделки проката, потом сам завод раскрутили. И он сейчас является признанным поставщиком практически всей европейской машиностроительной промышленности, этой автомобильной компании, то есть производства подшипников и так далее. Интересно, Юрий Петрович, я периодически встречаюсь на телевидении с Геннадием Андреевичем Дзюгановым, слышу, ну, некоторый стон на тему полного развала промышленности в 90-е годы. Ничего нового, все-все, только на торговлю, на торговлю, на торговлю. То, что мы говорим, это то, что при советской власти называлось производство средств производства. Мы говорим о новых заводах, о новых установках, абсолютно технологически прорывных, для времени все-таки, которое вспоминает Геннадий Андреевич. И, соответственно, о сильном раскрутке в отрасли, потому что, ну, видимо, в каких-то кусках она была уникальна и замечательна, но, в общем, я бы не сказал, что у нас она производила все то, что производили те же самые японцы или Германия, или то, что могли себе позволить производить американцы. Я прекрасно помню, как у нас завозилась продукция, те же самые трубы из Японии, вот наши общие знакомые, Михаил Броскин просто сидел месяца 8 в Японии, и они реально завозили для того, чтобы трубопровод построить эту саму продукцию. Ну, сейчас у нас новости, а после них продолжим. Я напомню, у нас в гостях председатель управляющего комитета некоммерческого партнерства «Русская сталь» Юрий Петрович Мишин. Веркальный. Евгений Иванович, надо начинать. Ну, море вопросов, на которые, честно говоря, нет возможности ответить в одной передаче, ибо нельзя. Мы не бык покрывать овцу, мы этого не сможем, а время конечно. Как вы образно сейчас выразились. А я что могу сделать? Даже стадо овец невозможно покрыть одновременно, поэтому давайте уж мы начали один раз, но не в последний, я надеюсь, раз мы об этом говорим. И вопрос провокации. Мы тут пол передачи говорили о ситуации в связи с Чернобылем, 30 лет со дня аварии, на Украине, чего там вообще происходит с промышленностью, чего там происходит с сегодняшними заводами. Ну, по мне так вполне печальная ситуация, потому что как-то оно все тревожно. А что там на самом деле с украинской металлургией? Оно же вроде как под боком и были конкурентами мощнейшими российских заводов. Они были именно конкурентами, а не кальция у нас была. Да и переговорили они, не советские времена мы вспоминаем. За те цены, которые они выбрасывали сюда трубу, ты ее никак в России не произведешь. Ну, во-первых, можно, конечно, продолжать про БК, содержательную тематику. Да, вот есть вторая половина этого анекдота. Но если говорить о той ситуации, в которой мы были, скажем, в конце эры Советского Союза, то мы находились в одинаковых стартовых условиях и в России, и на Украине уровень был практически тот же самый. Так кормили там в заводских столовых, не в пример. Ох, я вспоминаю. Днепропетровский и Череповец, это две большие разницы. Сегодня ситуация, вы правильно заметили, она достаточно сильно отличается. То есть, почему-то, не знаю почему, но на Украине вот этот вот процесс модернизации отрасли, он шел совсем другими темпами. Но оно тоже честно, вроде. Хотя, вот вы понимаете, ведь географически-то Украина расположена гораздо выгоднее, чем мы. У них порты все под боком. На экспорт возить материал получается продукцию существенно дешевле. А учитывая, что там и внутреннее потребление-то находится на все еще достаточно низком уровне. Баланс украинской металлургии, вот следующий, там порядка 80% металла вывозится на экспорт. Кажется, у тебя валютные поступления, ты их вкладываешь. Но почему-то не очень-то и происходило. Причем многое водой. Река-море, либо просто море, как в Жданове, он же Мариуполь. Ну да, там вовсю, по Дунаю, кстати говоря, не используется. Учитывая, что настолько дешево. Вот смотрите, здесь получается, что на сегодня, там еще, по-моему, процентов 30 стали выпускается в Мартенах, которых у нас практически не осталось. Там где-то доля непрерывной разливки, которая определяет количество, ну, собственно говоря, эффективность производства и выход годного, она все еще составляет процентов 50, наверное. Можно привести такой вот пример. Есть два, например, в прошлом, во времена Советского Союза, сопоставимые предприятия. Вот магнитка наша, наш динозавр российской металлургии, который был построен еще в 30-е годы. Гигантский завод. Гигантский завод. И, например, Кривой Рог, завод более, так сказать, новый несколько. Но, кстати говоря, в последние годы Советского Союза, ведь именно Кривой Рог был крупнейшим по объему производства стали крупнейшим предприятием. Магнитка была на втором. Ну, один только ГОК, там какой был, Криворожский сырье. Ну, это рядом, но там же построили девятую доминную печь, там объем 5 тысяч кубометров. На магнитке тогда еще в советское время существовало 35 мартеновских печей. Сегодня на магнитке нет ни одного мартена. Там только конвертное производство, там электросталиплавильное производство. Они построили несколько станов и листовых. И что стоит только один пятитысячный стан, который катает лист шириной 5 метров высочайшего качества. Они модернизировали весь завод сегодня. Это одно из передовых предприятий. И Кривой Рог, который, кстати говоря, в свое время отдали, продали вот этой компанией Аселор Миттл. Ну, это вот крупнейший индийский хозяин. В принципе, холдинг такой мировой по объемам производства. А и в Казахстане очень сильный. Да, там Кармет, значит, Карганинский металлургический комбинат, он тоже принадлежит Аселору. Так вот, на этом Криворожском комбинате практически за эти времена вообще ничего не было сделано. Построили только одну машину непрерывной разливки, там на миллион с копееками тонн, и все. А почему? Просто не нужно хозяевам. Вы знаете, я думаю, что они настолько обрадовались, что им за 4,5 миллиарда достался вот такой завод. Видимо, была такая философия, значит, вытащить оттуда. Ну, как, собственно говоря, и многих их собственников, даже совсем не Аселоровских. Ну да, вы же трава не растите. И вот, к сожалению, на сегодня какие-то обещания инвестиционной декларации, которые в свое время делались одними собственными, то другими, они практически не выполнены. Более-менее приличная реконструкция была сделана на Алчевском металлургическом комбинате. Ну, это уже... Вот Запорожьсталь, Днепроспецсталь, 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 по-моему, почти не дышит. Запорожьсталь, он тоже так через пень-колоду, там практически ничего и не делалось. Ну, работает. То есть, условия были абсолютно одинаковые? В Советском Союзе... Я считаю, что у Украины условия были, может быть, даже несколько лучше, потому что они все-таки очень сильно завязаны на экспорт. Экспорт, они просто ближе к рынкам. Своё сырьё, значит, там же... Дешевле можно... Ну, в Турции, в Украине, в Восточной Европе, здравствуй, граница просто. Ну... Заводное то же самое. Тут получилось, у нас, наверное, и акционеры оказались людьми более ответственными. Дальными, что ли? Да. На развитие шли. Да, они вкладывались, значит, в развитие. Да, и причём, ещё раз, это, ведь, огромные деньги. Каждый институционный проект – это сотни миллионов, миллиарды долларов. Ну, кстати, и квалифицированных специалистов, похоже, на Украине очень серьёзных потеряли. Я знаю, что есть очень мощная иммиграция в Россию, я знаю, что есть очень мощная иммиграция в Израиль, что довольно забавно, но оттуда очень много ребят ушли. Кстати говоря, на Украине были мощнейшие научные центры в области металлургии. Отчего стоил только один из тут чёрной металлургии в Днепропетровске – Дон Ни-Черме. Там были в Харькове, в Миралово уровне. Да, и как-то это всё… То есть, наука тоже ушла туда же. Её, во всяком случае, не видно. Мы встречаемся с некоторыми сотрудниками, которые подрабатывают здесь, вот в наших каких-то российских структурах, я знаю. Дверь никто не закрывает, собственно говоря, ради Бога. Так что ситуация с Украиной… То есть, правительство практически там… Ведь столько говорило о поддержке базовых отраслей, государственных отраслей, об этом много говорили все губернаторы, начиная с Коломойского, вот после уже Януковичские времена. То есть, всё кончилось распилом всех бюджетов, как всегда, что ли? Ну, вы знаете, у них и в самом деле какие-то программы субсидирования отрасли были, и специальные цены там были по энергетике, и по налогам там какие-то льготы, которые, кстати говоря, далеко не приветствуются Европой. Значит, это всё считается… Протекционизмом, да? Ну, да, субсидирование. Ну, а вот есть. Да, и противоречит, в общем, нормам цивилизованного ведения бизнеса европейским. Так что… Ассоциацию Украины с Европой украинской металлургией счастья не принесёт, даже если она и будет, потому что это их, скорее всего, заставит остановить, вне зависимости от последствий. С другой стороны, а зачем украинская металлургия в Европе и с немецкой? Вы знаете, если говорить о текущем положении на мировых рынках, то на самом-то деле ситуация там достаточно сложная. У нас закончился цикл вот этого активного роста, который происходил в значительной степени благодаря Китаю, и практически вот в 15-16 году, 15-й год особенно, 14-й год уже там были такие признаки. Во-первых, в 15-м впервые за последние 15 лет снизилось производство стали. Рухнули цены, в Китае снизилось внутреннее потребление стали, резко увеличился экспорт. В прошлом году Китай экспортировал порядка 130 миллионов тонн. Значит, это в два раза больше, чем происходит, производит вся российская металлургия, кстати говоря. Ну, Китай. А качество? Качество, вы знаете, на сегодня китайская металлургия одна из, наверное, самых эффективных в мире. Мы же привыкли по пуховикам как-то ориентироваться. Вы же знаете, что на хорошем оборудовании можно произвести любую продукцию. Нет, точно. Можно чуть-чуть поджаться, сэкономить и выпустить, там, достаточно низкокачественный, там, какой-то металл. А можно и производить продукцию великолепного качества. То есть, металлопродукция Китая сегодня на нормальном уровне? Может быть. Другое дело, что в зависимости от того, на какие рынки, по каким ценам они, значит, стараются войти на этот рынок, они имеют возможность, собственно говоря, этими вопросами каким-то образом регулировать. Ну, плюс еще, конечно, и господдержка, и субсидирование, и всевозможные финансовые механизмы, которыми китайское правительство поддерживает свою металл, который до сих пор остается в большей части в руках госсектора. Это государственная промышленность у них. Интересно, но при этом они госсектор умудрились не в частных руках все-таки довести до состояния нормального оборудования. То есть, и в государственном режиме можно переоборудовать отрасль, что дает нам китайский пример. Ну, иногда это происходит достаточно жестко, кстати говоря. Ну, у нас китайцев столько просто нет в правительстве, чтобы это случилось. Новости? Да, я напомню, у нас в гостях председатель управляющего комитета некоммерческого объединения «Русская сталь» Юрий Мишин. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Я заранее извиняюсь за то, что мы практически не сможем ответить на вопросы не последней передачи, обещаю, по металлургии. Но просто каждый из вопросов займет свои полчаса. То есть, это надо так день посвящать ответам на вопросы, которые уже сегодня набежали, связанные с теми или другими марками стали, теми или другими технологиями. Ну, что поделать, не все можно покрыть одновременно. Продолжим, Юрий Петрович, вам слово. Ну, вы знаете, я, может быть, сейчас бы хотел сказать и остановиться, сказать несколько слов на текущей ситуации, может быть, на каких-то ближайших прогнозах по рынку. Во-первых, мы понимаем, что металлургия, она завязана, естественно, на общую экономическую ситуацию, потому что металл сам по себе, он никому не нужен, он нужен постольку, поскольку он востребован в строительстве, машиностроении, производстве там всевозможной техники. И, к сожалению, вот у нас, как вы знаете, в прошлом году динамика по основным экономическим показателям была, мягко говоря, нерадостная. ВВП, там где-то проценты около 4-х минус, промышленное производство, там 3,3, по-моему, процента, что очень печально, инвестиции сократились, где-то процентов на 10. И это привело все к тому, что у нас внутреннее потребление стали, вот в России, снизилось где-то, по нашим оценкам, на 9%. Что серьезный показатель? Это очень серьезный показатель, но при всем при том, у нас общий объем производства, он практически не изменился. Там на доле процента, может быть, немножко мы съехали, но фактически удержали уровень на где-то в районе 70 миллионов тонн. При этом у нас несколько сократился импорт, он тоже сократился в силу известных причин. Во-первых, цены на рынке ниже некуда, из-за соотношения валютного, ну и плюс потребность ниже. Но мы все-таки смогли компенсировать падение внутреннего рынка за счет увеличения экспорта. Мы увеличили несколько экспорт, и за счет этого сохранили объем производства. Но, как уже говорилось раньше, в связи с тем, что вот такая ситуация происходит не только в России, она вообще характерна для всех основных металлопотребляющих рынков. И, соответственно, те избытки, которые не востребованы сегодня на внутренних рынках, они хлынули на международный, и здесь основным закоперщиком, конечно, является Китай, который наращивает объемы экспортных поставок. Еще несколько лет назад они, может быть, поставляли, там, я не знаю, миллионов, там, 20-30, сегодня 130 уже. Потому что с внутреннего рынка. Внутренний рынок там присаживается, внутреннее потребление сокращается. Экономик-то растет, но внутреннее потребление падает. И эти объемы хлынули на рынок, в первую очередь, на те рынки, где, собственно говоря, эта продукция востребована. Это Европа, это Соединенные Штаты Америки, Северная Америка, ну и все остальное. Они наши серьезные конкуренты, получается. Они для всех серьезные конкуренты, серьезная угроза, потому что, ну, вот известно, что используются всевозможные механизмы, скажем, субсидирования экспорта, в том числе и на государственном уровне, и это вызывает огромную негативную реакцию со стороны европейских металлургов, американских металлургов. Хотя они члены ВТО сто лет уж. Ну, вы знаете, ВТО предполагает же, в том числе и использование защитных мер, и мы в этой системе давным-давно работаем. Как следствие, появилось то, что и в Европе, и в Северной Америке, да и в огромном количестве других стран, на сегодня мы наблюдаем вот такую волну всевозможных защитных расследований, антидемпинговых и так далее, которые направлены, в первую очередь, против китайской стали, ну, в том числе и по отдельным видам продукции нас цепляют. Мыло. Ну, не было, это и есть. Отбились, на самом деле, пока вот тут... И отбиваемся, по каким-то моментам участвуем в этих расследованиях. И здесь как раз вот та точка, где помощь со стороны государственных органов и соответствующих департаментов Министерства экономического развития и Минпромторга, она реальна, и она действительно помогает решать какие-то вопросы. То есть здесь они работают? Здесь они работают. Ставим плюс? Но, тем не менее, вот этот вот тренд, это, значит, ситуация, связанная с валом антидемпинга, она является вот такой, значит, характерной чертой сегодняшнего момента, и думается, что в ближайшее время эта волна не схлынет. Если говорить о каких-то перспективах на этот год, то, ну, в общем-то, они тоже не особенно радужные, скажем. Хотя, по мнению Минэкономразвития, у нас основные экономические показатели будут, в общем, получше, чем в следующем. И в ВВП все равно падение, ну, не такое большое, там, по-моему, говорится, 0,8%. Падение промышленного производства, там, не такое, как в прошлом году, 0,4%. То есть, задача мальчишек и бальчишек, день простоять и ночь продержаться. Ну, и поэтому по инвестициям все равно падение, ожидается там минус 5%. Да, очень серьезно. Ждем, что в этом году у нас будет снижение внутреннего рынка, тоже примерно, наверное, процентов на 10. И вряд ли удастся вот это снижение компенсировать экспортом, как это было в прошлом году, в полной мере, скажем так, компенсировать. То есть, наша задача отступать как вермахт, удерживая линию. Евгений Анатольевич, здесь еще один есть такой момент, не очень приятный. Дело в том, что если мы говорим об экспорте, то в первую очередь защищают свои рынки от наиболее дорогой, наиболее качественной продукции, в основном продукции высоких переделов. Никто не защищает свои рынки от сырья, от чагуна, от заготовки. Ну да, гони сырье, и чушь теперь, плохо, что ли? Скраб. Любимый лом, как для сырья для электростолеплавильной промышленности. Ну, что, можно выгнать. Ну, я хочу сказать, что ситуация, конечно, тяжелая, но даже в этой ситуации, вот многие наши компании, они продолжают реализацию тех инвестиционных проектов, которые были намечены, которые были начаты еще раньше. Вот, я должен сказать, что там металлами есть, например, на Лебединском ГОКе продолжается строительство установки для цеха по производству губчатого железа, вот это прямого, по технологии прямого восстановления будет запущено там в конце этого, в начале следующего года. На Стойлинском ГОКе строится обжиговая машина новая, опять-таки, на Асколе там завершается тоже строительство, уникальная система газоочистки. То есть, предприятия продолжают работать и выполнять те обязательства, те наработки, в которые мы уже вошли, собственно говоря. Но, опять-таки, ситуация в этом плане достаточно сложная, и мы тоже должны к этому делу приспосабливаться. И не только, собственно говоря, противостоять вот этим расследованиям, которые против нас проводятся на зарубежных рынках, но и качественно и грамотно защищать и собственные рынки. На самом деле, вот та же самая ситуация, связанная с углеродными выбросами, с квотами, со всем тем, что, ну, мы же подписали, подписали, да? Правительство всё-таки слышит металлургов, которые говорят о том, как с этим работать, или сложно? Ну, вы знаете, мы занимаем следующую позицию. Мы не ставим под сомнение вот сам этот подход, что надо сокращать выбросы. Коль скоро вся металлургическая... Хотя одно извержение вулкана, какой-нибудь АЕФ, если откуда закрывает весь этот выброс на кудры. Ориентируемся на то, что если есть там какие-то нормативные документы, которые заставляют нас двигаться в этом направлении, мы должны им следовать. Но другое дело, каким образом двигаться? Значит, мы считаем, что здесь есть разные пути. И вот та, может быть, система, которую нам иногда пытаются навязать, говорит, вот смотрите, как сделано в Европе. Там внедрили систему торговли выбросами. И вот если мы её сделаем, то нам будет счастье тоже. А мы говорим, так постойте, вот посмотрите, что в Европе, например, там в 70-е годы, что у нас вот в 2000-е были достигнуты очень хорошие результаты по повышению эффективности и снижению выбросов тогда, когда ещё никакого регулирования было вообще. То есть, есть там куча других вещей и механизмов, которые влияют на эффективность и сокращение выбросов. Это к вопросу о том, что кастрация и обрезание, в том числе промышленности, суть, вещи разные. И не надо путь от одно с другим, а то можно чего-то перебдеть. Ну, жизнь такая, мы подходим к концу передачи. Огромное спасибо. Но я буду очень надеяться, что мы встречаемся не последний раз. Я напомню, у нас в гостях был Юрий Мишин, председатель управляющего комитета некоммерческого партнёрства «Русская сталь». Юрий Петрович, спасибо. Спасибо, всего хорошего. До свидания. От двух до пяти. Трапа возвращаться в производство. И из этого уже отслужившего металла, при известных условиях, может производиться вполне кондиционный продукт. Буквально два слова о том, чтобы представлять масштабы крупного металлургического предприятия. Вот, скажем, 10 миллионов тонн годовое производство, ну, это, в принципе, нормальная цифра. У нас таких несколько штук есть, и в мире их больше, чем достаточно. 10 миллионов тонн продукции, это, если пересчитать в железнодорожные вагоны, это порядка 400 вагонов в сутки. Только продукции, плюс к этому надо доставить, как минимум, тысячи вагонов сырья. Представьте, в одни сутки, в одном месте, надо вот такое огромное количество продукции нагрузить, и надо еще принять в два раза больше, практически. А она не складывается где-то? Нет, она складируется, естественно, формируются там склады, запасы. Ой, я вам потом расскажу логистику работы металлургического слова. Я говорю о том, что производственная и транспортная логистика в недрах каждого металлургического предприятия, это одна из сложнейших задач и сегодня во всю, там, я вас уверяю, есть чем заняться, значит, нашим молодым айтишником и специалистом в области, там, организации производства и так далее. Ну, кстати, и на экспорт же тоже идет металл, причем в огромных объемах, там же еще и порты, его как-то самолетами особо не перемещают. Да, учитывая, что, в принципе, вот каждое металлургическое предприятие, это практически вот набор таких сложных технологических процессов, причем один завязан на другой, и вот организовать нормальную эффективную работу целого предприятия, я хочу сказать, это требует достаточно высокой степени организации и производства, и подходов, собственно говоря, к этому делу. Поэтому-то, я думаю, что не зря где-то у нас еще во времена Советского Союза, ну, вот считалось, что такой показатель, как объем производства стали, это характеризует очень так серьезно вообще место страны в ее геополитическом окружении. Ну, у меня просто с времен института и после институтских осталось в голове крупный завод и город, это нечто, два крыла одной системы. Магнитка, Череповец, Челябинские металлургические заводы или трубные, много чего другого, даже можно называть их бесконечно, вот те, на которых я работал. Да, совершенно верно, у нас сейчас существует понятие моногорода, очень часто, когда в городе находятся предприятия, то все остальное, что там создано, оно так или иначе завязано на этот металлургический. А просто обслуживает и семьи металлургов. Совершенно правильно. Теперь, может быть, вот уже говорили о том, что там происходило после развала Советского Союза, что было, скажем, в последние годы существования Советского Союза. Я хочу сказать, что СССР занимал первое место по выплавке стали, пик был достигнут, по-моему, в 88-м году, это уже, так сказать, незадолго перед крахом, это было 163 миллиона тонн стали по всему Советскому Союзу. Но сказать, чтобы наша советская металлургия была передовой, наверное, все-таки нет. А странный вопрос, в России сегодня сколько? Сейчас к этому подойдем. Значит, еще раз, в СССР, там, где было отдельно Министерство Черной Металлургии, Министерство Мехаллургии, там был Госнаб, там был Госплан, там были отраслевые научно-исследовательские проектные институты, по-моему, их было более трех десятков этих институтов. Да гипромезы были отдельно. Гипромезы, там, Московские, Укргипромез, Ленинградские и так далее. А сейчас-то не хватает вот этих всех исследовательских центров? В какой-то степени да, но ведь, смотри, какой парадокс получается. У нас была мощнейшая наука, у нас были совершенно великолепные какие-то научные разработки в отрасли. Но технический уровень отрасли оставался, мягко говоря, не самым передавленным. А как так, почему? А всегда была проблема, значит, работать головой людям, вернее, это проблемы не было. Но реализовать идеи, внедрить вот эти разработки на практике, это было действительно проблемой. А почему? Не было конкуренции и не было стимула из-за этого? Ну, видимо, значит, мы были нацелены на абсолютные какие-то показатели. На количество? Выплавили стали там 163 миллиона тонн. Другое дело, что мы из этой стали произвели там порядка 115 миллионов тонн проката всего. То есть у нас получается, что практически 50 миллионов тонн проката крутилось в оборотном цикле, перерабатывалось там внутри тех же самых заводов. Это очень много. А что значит прокат? Простите, я как дилетант буду сдавать, чтобы случайно, может быть, не понимаю. Ну, на конце цепочки металлопрокат после проката новостанов. На металлургическое предприятие полного цикла привозится железная руда, уголь, ну, еще там какие-то компоненты. А отгружается оттуда стальной прокат. Это лист, это может быть арматура, это может быть какой-то профиль. А вот то, что крутилось 50 миллионов туда-сюда, это что? Да, это в виде того, что в ходе производства переходит в отходы. Это всевозможная обрезь, угар. А это все равно считалось, да? Ну, мы считаем, по-моему, в их стали. Выплавили. Ну, это нормальное явление, это всегда определенные потери есть, но просто эти потери определяются технологиями. Вот у нас, значит, в России конкретно в 90-м году было выплавлено 90, да, в 90-м году 90 миллионов тонн стали было выплавлено. Порядка 60 миллионов тонн проката было произведено из... Баташовские леса, Баташовские заводы, 18-й век, одни из самых... Ну, вот скульптуры на памятнике к арк Триумфуальной войне 1812 года на Кутузовском, их лили как раз там. А кроме того, у меня там папа после войны был главным механиком, так что... Как тесен мир, да, получается? Ну, в Иксии, в Иксии, у меня родители там поженили. Знаете, всегда, когда начинают разговаривать, находится куча знакомых, каких-то пересечений. Все учились, работали, где-то стоит. А вот эти вот станки, которые вы описываете, они импортные или их у нас делают? Ну, вы знаете, в основном, конечно, импортные. В основном... Со станкостроением все хорошо, оно почти умерло. Нет, ну, какие-то проекты реализуются и с участием наших машинокомпаний. Например, вот буквально в прошлом году на одном из ГОК «Металлоинвесты», на Михайловском ГОКе, была запущена, кстати говоря, первая после развала советская машина, после развала Советского Союза, обжиговая машина, та, которая происходит, окатыши, если это что-то так говорит. То есть, ну, это сырье для... Ну, да. ...посыкачанной... Я просто помню, УЗТМ, мощные достаточно уральские заводы в Свердловске, где прокатные стены изготавливали, и они, конечно, в очень тяжелое состояние пришли в 90-е годы. Ну, да, собственно говоря, сложно, конечно, конкурировать с такими грандами металлургического бизнеса, крупными металлургическими компаниями, вроде как СМС, или там Даниэль, или то, что раньше было Фёстальпины, пару раз... Ну, это годами восстанавливается. Да, тем более, что вот именно для нашей машиностроительной отрасли, вот, 90-е годы, они не прошли бесследно. Такой харакири, по-русски говоря, там было. Вы, кстати говоря, спрашивали по поводу каких-то новых технических решений. Может быть, помните, когда мы еще учились в институте, там очень много рассказывали про то, что вот грядет новая технология, которая, значит, сметет старые, там, доминые печи... Прямое восстановление железа, насколько я понимаю. Прямое восстановление железа, совершенно верно. И я хочу сказать, что эта технология, она последовательно развивается, и в том числе, может быть, еще не настолько быстро, как... Ну, дом и не смела. Дом и не смела, и удельный вес еще пока не такой большой. Но я хочу сказать, что если смотреть, например, на мир, за исключением Китая, то вот за последние, там, 10-15 лет установок вот этого прямого восстановления железа было построено больше, чем домных печей. Мы не считаем Китаем. А сколько железо это дало? 10%, 15%, половину? Нет, это поменьше, наверное, даже где-то. То есть сегодня чугуна производится где-то миллиард сто по миру. Вот по этой технологии пока что 80 миллионов. Ой, да и вообще мало. Ну, казалось бы. Во время динозавров, питающих было мало. Ближний Восток развивается именно вот по этой линии, потому что там в качестве основного и технологического компонента, и энергоносителя используется природный газ. А в каких странах? Если говорить о родном Ближнем Востоке? Ну, это и Иран практически number one, это и Объединенные Эмираты, это и Египет, ну, во многих странах, там, где есть природный газ. И даже Египет. Да, и в Египте тоже. У нас по такой технологии работает Оскольский комбинат. Ну, у нас тоже есть природный газ, вообще-то говоря, но мы его на месте подгоним. Я удивляюсь, почему эта технология не развивалась в наших условиях. А чем она характерна-то? Вот вы так говорите о ней, а вот не все понимают из присутствующих сейчас здесь. Вы знаете, во-первых, по объему капв вложений там поменьше всё-таки требуется. Во-вторых, не требуется металлургического кокса, соответственно, не нужен уголь. А с чего делают тогда? Это гигантская экономия. То есть не надо строить как сахимы, не надо что-то так дефицитный как сующийся уголь где-то добывать. Кстати, это опять-таки для экологии крайне полезно. И получается с экологической точки зрения совершенно правильно. На производство одной тонны вот этого железа прямого восстановления расходуется там 300 с небольшим кубометров природного газа. И вы сами знаете, что в доменной печи, считайте, там порядка 600 килограммов угля надо, плюс тот же самый ещё природный газ, плюс... И на зарплате не выходили лёдку пробивать, он же домищик был. Да, на карагандинском комбинате. Да, да, да. Так что я хочу отметить, что в своё время, когда скользкий комбинат строился, у наших функционеров, и в правительстве в том числе, хватило и ума, и смелости, пойти именно по этому пути, выбрать именно эту технологию, которая вот сначала была реализована на Осколе. А кто это раскручил? Байкова тогда, Монохин или... Нет, 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 нет. Это, значит, изначально соглашение было подписано на межправительственном уровне, там, Россия и Германия. Затем реализацией уже непосредственно этого проекта занимался ваш любимый гипромисс. Там был главный инженер проекта, если не изменяет память, замечательный человек, Савинов Леонид Маркович. С нейчермет наш любимый, Сергей Евгеньевич Лазуткин там тоже руку приложил к этому делу. Но это 80-е? Это 80-е годы, да. Оказалось, технология очень успешна, очень эффективна, причём качество металла совершенно бесподобное. И потом уже, когда Оскол развивался уже в наши новейшие времена, уже после развала Советского Союза, он был частным, там ещё построили один прокатный стан, потом цех отделки проката, потом сам завод раскрутили. И он сейчас является признанным поставщиком практически всей европейской машиностроительной промышленности, этой автомобильной компании, то есть производства подшипников и так далее. Интересно, Юрий Петрович, я вот периодически встречаюсь на телевидении с Геннадием Андреевичем Дзюгановым, слышу, ну, некоторый стон на тему полного развала промышленности в 90-е годы, ничего нового, всё-всё, только на торговлю, на торговлю, на торговлю. То, что мы говорим, это то, что при советской власти называлось производство средств производства. Мы говорим о новых заводах, о новых установках, абсолютно технологически прорывных, для времени всё-таки, которое вспоминает Геннадий Андреевич. И, соответственно, о сильной раскрутке в отрасли. Потому что, ну, видимо, в каких-то кусках она была уникальна и замечательна, но, в общем, я бы не сказал, что у нас она производила всё то, что производили те же самые японцы или Германия, или то, что могли себе позволить производить американцы. Я прекрасно помню, как у нас завозилась продукция на те же самые трубы из Японии. Вот наши общие знакомые Михаил Броски просто сидел месяца восемь в Японии, и они реально завозили для того, чтобы трубопровод поставить саму продукцию. Ну, сейчас у нас новости, а после них продолжим. Я напомню, у нас в гостях председатель управляющего комитета некоммерческого партнёрства «Русская сталь» Юрий Петрович Мишин. Терпиальный. Евгений Иванович, надо начинать. Вопросов, на которые, честно говоря, нет возможности ответить в одной передаче, ибо нельзя. Мы не бык покрывать овцу, мы этого не сможем, а время конечно. Как вы образно сейчас выразились. А я что могу сделать? Даже стадо овец невозможно покрыть одновременно, поэтому давайте уж мы начали один раз, но не в последний, я надеюсь, раз мы об этом говорим. И вопрос провокации. Мы тут пол передачи говорили о ситуации в связи с Чернобылем, 30 лет со дня аварии на Украине, и чего там вообще происходит с промышленностью, и чего там происходит с сегодняшними заводами. Ну, по мне так вполне печальная ситуация, потому что как-то оно всё тревожно. А что там на самом деле с украинской металлургией? Оно же вроде как под боком и были конкурентами мощнейшими российских заводов. Они были именно конкурентами, а не коллекция у нас была? Да имперговали они, не советские времена мы вспоминаем. За те цены, которые они выбрасывали сюда трубу, ты её никак в России не произведёшь. Ну, во-первых, можно, конечно, продолжать пробокарм, содержать тематику. Да, вот есть вторая половина. Это же что-то анекдота. Но если говорить о той ситуации, в которой мы были там, скажем, в конце, эры Советского Союза, то мы находились в одинаковых стартовых условиях. И в России, и на Украине уровень был практически тот же самый. Так кормили там в заводских столовых. Не в пример. Ох, я вспоминаю. Девчонки-Петровский и Череповец – это две большие разницы. — Сегодня ситуация, вы правильно заметили, она достаточно сильно отличается. То есть, почему-то, не знаю почему, но на Украине вот этот процесс модернизации отрасли, он шел совсем другими темпами. — Но оно тоже честно, вроде. — Хотя, вот вы понимаете, ведь географически-то Украина расположена гораздо выгоднее, чем мы. У них порты все под боком, на экспорт возить материал получается продукцию существенно дешевле, учитывая, что там и внутреннее потребление находится на все еще достаточно низком уровне. Баланс украинской металлургии, вот следующий, там порядка 80% металла вывозится на экспорт. Кажется, у тебя валютные поступления, ты их вкладываешь. Но почему-то не очень-то и происходило. — Причем многое водой. Река-море, либо просто море, как в Жданове, он же Мариуполь. — Ну да, там вовсю, и по Дунаю, кстати говоря. — Настолько дешево. — Вот смотрите, здесь получается, что на сегодня, там еще, по-моему, процентов 30 стали выпускается в Мартенах, которых у нас практически не осталось. — Там где-то доля непрерывной разливки, которая определяет количество, ну, собственно говоря, эффективность производства и выход годного, она все еще составляет процентов 50, наверное. Можно привести такой вот пример. Есть два, например, в прошлом, во времена Советского Союза, сопоставимые предприятия. Вот магнитка наша, наш динозавр российской металлургии, который был построен еще в 30-е годы. — Гигантский завод. — Гигантский завод. — И, например, Кривой Рог. Завод более, так сказать, новый несколько. Но, кстати говоря, в последние годы Советского Союза, ведь именно Кривой Рог был крупнейшим по объему производства стали, крупнейшим предприятием. Магнитка была на втором месте. — Ну, один только ГОК там, какой был, Криворужский сырье, ну, это рядом, ну, там же был, значит, построен. При этом у нас примерно 50% стали производилось мартеновским способом, в мартеновских печах. Доля непрерывной разливки стали составляла порядка 20%. Это как раз те технологии, которые определяют эффективность металлургического производства. — То есть, можно было эффективнее работать? Меньше бы было отходов, да? — Да, вот, в то время уже в развитых странах мартенов практически не было. Считается далеко не самый эффективный способ производства. Непрерывная разливка стали, которая тоже в значительной степени определяет долю потерь внутренних, она составляла в разных странах порядка, ну, более 90%. — А изобрели у нас. Папа изобретался, товарищи. — Первая установка непрерывной разливки стали была построена на Новотульском металлургическом заводе. — Ну, ладно, Месоедов, Карпека, Становский, старые бойцы были. — Да, поэтому Гипромес в этом плане и ЦНИ и ЩЕРМЕТ они, конечно, сказали свою. — Сначала Старпроект, в 50-е, в начале 60-х, да? Было такое. — Так, а потом, смотрите, что происходило потом. В 90-е годы коллапс нашей экономики, и, собственно говоря, и металл никому не нужен, и непонятно еще, как мы сохранили эти заводы, почему они все, значит, не остановились, не разрушились, не взорвались. — Что еще поделили, верно? — И где-то, наверное, к концу 90-х, начало 2000-х практически оформились вот те холдинги металлургические, вот в том виде, в котором они существуют сейчас, и дальше уже изменилась и экономическая ситуация, хотя мы там проскочили два кризиса, как вы помните, и 97-го года, и потом... — Да, они у них даже не помнят. — Ну, металлурги помнят, там... — Проскочили в смысле, все хорошо прошло, без каких-то трудностей? — Прошло нехорошо, прошло достаточно болезненно, я имею в виду, что прошло. — 6-й, 97-й, это было очень остро, хотя мало кто об этом понял, после этого дефолт уже был даже и не так обиден. — Да, это здорово ударило по рынкам, конечно. А дальше у нас начался очередной цикл, где-то примерно со 2-го, с 3-го года на арену вышел Китай и потянул за собой, собственно говоря, всю экономику, включая и ее металлургическую составляющую. — Конечно, и рынки начали расти, и финансовый результат был очень хороший, деньги появились. Но в то же время уже отрасль стала практически вся частная. И вот здесь, на мой взгляд, произошло то, что, по сути, на деле подтвердило преимущество управления в частном секторе и перед государством. — Причем это не мелкий розничный торговый бизнес, это монстры, это гигантские объединения с городами за ними. — Любой маломальский приличный инвестиционный проект в металлургии — это сотни миллионов долларов, если не миллиард. Но, тем не менее, у нас за следующие 10-15 лет, если взять, например, с 2000 по 2015 год, в отрасли было инвестировано порядка 2 триллионов рублей, это чуть меньше, зависит от периода. — При этом отрасль преобразилась кардинально. Были построены новые станы, были построены новые заводы, были построены новые сталеплавильные цехи. — В принципе, это тема отдельного разговора, но многие предприятия вышли на качественно новый уровень по своим технологическим возможностям. Совершенно правильно об этом сказали. — На сегодня я могу сказать, что наша большая металлургия нисколько не уступает мировому уровню ни по эффективности, ни по уровню технических решений, которые там используются, ни по качеству продукции, которую она выпускает. Поэтому, в принципе, мы можем удовлетворить потребность практически в любом металле на внутреннем рынке. И сегодня, вот если вы помните, я говорил, что было 50% мартеновского производства, сегодня на крупных заводах мартенов нет вообще, но там осталось, по-моему, процента 2. — Вред от них, кстати, был жуткий экологии, да про рабочих я уже даже и не говорю. — С точки зрения эффективности энергетической, и с точки зрения выбросов, конечно, это была та еще технология. — Ну, у нас не случайно пенсия с 50 лет, так говоря, чем у нас тоже. — Потому что помираешь в 52 и иди. — Ну, хоть чуть-чуть пожить, да? — Да, вот было построено, вот в чистом поле только несколько заводов было построено. — Это вот за 2000-е годы, да, вы имеете в виду? — Да, это вот, ну, за этот вот период. — А где? — Во-первых, был построен совершенно замечательный завод в Иксе. Это объединенная металлургическая компания. Впервые в России построили литейно-прокатный комплекс. Это технология, базирующаяся на плавке в электропечи. И дальше идет, собственно говоря, набор оборудования. То есть вот в единой цепочке с одной стороны стоит печь, а с другой стороны уже рулон металла. То есть идет после печи непрерывная разливка. Из нее выходит заготовка, сляп по-нашему, да, вот плоский прокат, который дальше, ну, через нагревательную печь сразу попадает в прокатный стан. Кто не знает, в Иксе это Муромск. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Третий час настыл нашего разговора, и в студии, как водится, пришел профессионал, эксперт, человек, понимающий в том, о чем он будет говорить существенно больше меня, и слава богу, металлург, что меня страшно радует, потому что за исключением Володи Соловьева, это первый металлург, помимо меня в этой студии, Юрий Петрович Мишин, человек, имеющий прямое отношение к руководству Ассоциации Русская Сталь, то есть 9 десятых стали Российской Федерации дает заводы, которые в нее входят. И тем тут неисчерпаемое громадье, поэтому я очень сильно буду радоваться, если мы вообще сегодня встретимся первый, но не последний раз. И что сегодня такое наша металлургия и ее конкуренты, и что происходит с новыми технологиями, потому что идея была часто в том, что мы кончили с советской властью, а дальше все остановилось, все начало разваливаться, а в металлургии совершенно точно не так. Я бы сказал, это совсем не так. И сегодняшние металлургические наши заводы, конечно, день и ночь, по сравнению с тем, что было вчера, хотя моего родного серпа и молота вот уже в Москве и нет, но может с точки зрения экологии, слава Богу. И что такое металлургия на просторах бывшего Советского Союза, потому что та же украинская металлургия была одной из самых сильных в стране, и она вполне себе была сопоставима с металлургией России, а где-то в каких-то предприятиях она была просто уникальна, а вот чего там сегодня непонятно совершенно. И, наконец, что такое наши отношения с миром по этому поводу, потому что мы же подписали вот некоторые соглашения, но не ратифицировали, слава Богу, по парниковым газам. А металлургия – это такая штука, которая их даёт хоть тресней. Вот умри, но они будут, и тут ничего не сделаешь. Если только все заводы не позакроешь, и тогда не очень понятно, только у японцев, что ли, металл покупать. Вам слово, всё, что интересно вам, вот и обрушивайте на наши головы. А я превращаюсь в ухо. На иврите это называется «Ани колозе». Я весь ухо. Да, я напоминаю, Юрий Мишин у нас в гостях. Да, добрый день. Илья Петрович, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Ну, вы знаете, для начала я бы, может быть, хотел сказать несколько слов о том, что всё-таки такое русская сталь. Звучит хорошо. Звучит хорошо, но на самом деле это такая общественная организация, некоммерческое партнёрство, которое было создано, кстати говоря, 15 лет назад, то есть в этом году практически юбилей. Входят туда на сегодня 9 компаний, то есть организация это небольшая. Но это компании такие, как Евраз, Мечел, Магнитогорский комбинат, Малитический комбинат, Северсталь, металлельные, трубные, трубно-металлургические компания. Да, десятки тысяч рабочих, вообще, говоря, на каждом из этих заводов. Да, да, да. И промышленный металлургический холдинг, я должен всех назвать. Это примерно 90% общероссийского производства стали на сегодня. И вообще для чего создавалось это объединение? В принципе, в мировой практике такая вот система, такой подход он вовсю существует и используется когда создаются такие отраслевые объединения им передается часть функций по представлению продвижению интересов отрасли предприятий по взаимодействии и с органами государственной власти со смежными отраслями и с другими какими-то организациями логизм лоббизм цивилизованный лоббизм собственно говоря этим мы и занимаемся плюс к тому реализация каких-то проектов которые интересны всем членам компании по разным направлениям это может быть аналитика это может быть решение каких-то вопросов связанных я не знаю с тем же самым климатом или с наилучшим доступными технологиями ну и с взаимодействием с нашим любимым ржд и так далее что такое наши металлургию сегодня несколько скучных цифр доля ввп это всего на все два процента вроде бы не очень много в промышленном производстве это 18 процентов в валютных поступлениях это 6 процентов то есть это второе место после нефтегаза работает непосредственно на основном производстве где-то порядка 400 тысяч человек я думаю что вместе с вспомогательными смежными металл торговцами пару миллионов наверное берется ну а потребителями этой продукции в конечном итоге являемся всем практически все да и на сегодня можно сказать что сталь она остается важнейшим конструкционным элементом без которого как конструкционным материалом без которого невозможно в принципе не жизнь не нормальное техническое развитие и плюс у него есть еще одно свойство уникальное по сравнению с другими материалами сталь может бесконечное количество раз практически перерабатываться в виде скрыт пересчитать в железнодорожные вагоны это порядка 400 вагонов в сутки только продукции плюс к этому надо доставить как минимум тысячи вагонов сырья представьте в одни сутки в одном месте надо вот такое огромное количество продукции нагрузить и надо еще принять в два раза больше фактически она не складывается нет она складируется естественно формируется там вода западу я вам потом расскажу логистику работа металлургического спроса я говорю о том что производственная и транспортная логистика в недрах каждого металлургического предприятия это одна из сложнейших задач и сегодня во всю там я вас уверяю есть чем заняться значит нашим молодым айтишникам и специалистам в области там организации производства и так далее кстати на экспорт же тоже идет металл причем в огромных объемах там же еще и порт и его как самолетами особо не перемещают да учитывая что в принципе вот каждое металлургическое предприятие это практически вот набор таких сложных технологических процессов причем один завязан на другой и вот организовать нормальную эффективную работу целого предприятия я хочу сказать это требует достаточно высокой степени организации и производства и подходов собственно говоря к этому делу поэтому то я думаю что не зря где-то у нас еще во времена советского союза ну вот считалось что такой показатель как объем производства стали это характеризует очень так серьезно вообще место страны в ее политическом окружении но у меня просто с времен института и после институтских осталось в голове крупный завод и так и город это нечто два крыла одной системы магнитка череповец челябинские металлургические заводы или трубные много чего другого даже можно называть их бесконечно тен на которых я работал да совершенно верно у нас сейчас существует понятие моногорода очень часто когда городе находится предприятие то все остальное что там создано но так или иначе завязано на этот а просто обслуживает и семьи металлургов совершенно правильно теперь может быть вот уже говорили о том что там происходило после развала советского союза что было скажем в последние годы существования советского союза я хочу сказать что ссср занимал первое место по выплавке стали пик был достигнут по моему восемьдесят восьмом году это уже незадолго перед крахом это было 163 миллиона тонн стали по всему советскому союзу но сказать чтобы наша советская металлургия была передовой наверное наверное все таки нет а странный вопрос в россии сегодня сколько а сейчас к этому подойдем все а значит еще раз в ссср там где было отдельно министерство черной металлургии там был госснап там был госплан там были отраслевые научно-исследовательские проектные институты по-моему и было более трех десятков этих институты гипромезы были отдельно гипромезы там московские укр гипромез ленинградский и так далее а сейчас не хватает вот этих всех исследовательских центр в какой-то степени да но ведь смотри какой парадокс получается у нас была мощнейшая наука у нас были совершенно великолепные какие-то научные разработки в отрасли но технический уровень отрасли оставался мягко говоря не сам передавая как раз почему всегда была проблема работать и головой людям вернее это проблемы не было реализовать идеи внедрить вот эти разработки на на практике а почему не было конкуренции не было стимула из видимо значит мы были нацелены на абсолютные какие-то показатели мы плавили стали там 163 миллиона тонн другое дело что мы из этой стали произвели там порядка 115 миллионов тонн проката всего то есть у нас получается что практически 50 миллионов тонн проката крутилась в оборотном цикле перерабатывалась там внутри тех же самых заводов это вот это очень много а что женщин прокат простите я как дилетант буду сдать чтобы сути на цепочки металлопрокат после прокатного стану металлургическое предприятие полного цикла привозится железная руда уголь еще там какие-то компоненты отгружается оттуда остальной прокат это лист это может быть арматура это может быть какой-то профиль то что крутить миллион туда-сюда это в виде того что в ходе производства переходит в отходы всевозможная обрезь угар там это все равно считает считалось ну мы считаем новой власти стали плавили ну это нормальное явление это всегда определенные потери есть но просто эти потери определяются технологии вот у нас значит в россии конкретно в девяностом году было выполнено 90 до 90 году 90 миллионов тонн стали было выполнено порядка 60 миллионов тонн проката было произведено из при этом у нас примерно 50 процентов стали производилась мартеновским способом мартеновских печах доля непрерывной разливки стали составляла порядка 20 процентов это как раз те технологии которые определяют эффективность металлургического производства можно было эффективнее работать меньше бы было да да вот да не то слово в то время уже в развитых странах мартенов практически не было считается далеко не самый эффективный способ производства непрерывная разливка стали которая тоже в значительной степени определяет долю потерь внутренних она составляла в разных странах порядка там но более 90 процента изобрели у нас папа и забритался товарища установка непрерывной разливки стали была построена на новатульском металлургическом заводе опробовано там было мясоедов карпека остановки старые бойцы были гипромес в этом плане и цни и нет они конечно сказали сначала старт проект 50-е начале 60-х да было такое так а потом смотрите что происходило потом 90-е годы коллапс нашей экономики собственно говоря и металл никому не нужен и все непонятно еще как мы сохранили эти заводы почему они все значит не они остановились не разрушились и где-то наверно к концу 90-х началу 2000 практически оформились вот те холдинги металлургические в том виде в котором они существуют сейчас и дальше уже изменилась и экономическая ситуация хотя мы там проскочили два кризиса как вы помните 97 года и потом на нем где даже не помню металлурги помню там проскочили в смысле все хорошо прошло без нехорошо прошло достаточно болезненно имею ввиду что прошло 6 97 это было очень остро хотя мало кто об этом помню после этого дефолт уж был даже и не так здорово ударила по рынкам конечно дальше у нас начался очередной цикл это примерно со второго с третьего года на арену вышел китай и потянул за собой собственно говоря всю экономику включая и металлургическую составляющую на конечно и рынки начали расти и финансовый результат был очень хорошие деньги появились но в том в то же время уже отрасль стала практически вся частная и вот здесь на мой взгляд произошло то что по сути вот на на деле подтвердила преимущество управления в частном секторе перед государством чем это не мелкий розничный торговый бизнес это монстры это гигантские объединения за городами любой маломальски приличные инвестиционные проекты металлурги это сотни миллионов долларов если не миллиард но тем не менее у нас вот за следующие там 10-15 лет но если взять например с 12 с 2000 по там 15 год в отрасли было инвестировано порядка там двух триллионов рублей это чуть меньше зависит от периода при этом ну отрасль преобразилась кардинально были построены новые станы были построены новые заводы были построены новые стали плавильные цехи в принципе ну это тема отдельного разговора но вот многие предприятия они вышли на качественно новый уровень по своим технологическим возможностям совершенно правильно об этом сказали и на сегодня я могу сказать что наша большая металлургия на нисколько не уступает мировому уровню не по эффективности не по уровню технические решения которые там используются не по качеству продукции которые она выпускает и поэтому в принципе мы можем удовлетворить потребность практически в любом металле на внутреннем рынке и сегодня вот если вы помните я говорил что было 50 процентов мартеновского производства сегодня на крупных заводах мартенов нет вообще но там осталось процента 2 вреда от них кстати был жуткий экологии да про рабочих я уже даже не говорю эффективности и энергетической и с точки зрения выбросов конечно это было то еще у нас не случайно пенсии с 50 лет горячему стыжу уж помираешь 52 и день хоть чуть пожить да да вот было построено вот в чистом поле только несколько заводов было построено это вот за двухтысячные годы да вы имейте до этого за за этот период во первых был построен совершенно замечательный завод в иксе это объединенная металлургическая компания впервые в россии построили литейно-прокатный комплекс это технология базирующаяся на плавке в электропечи и дальше идет собственно говоря набор оборудования то есть вот в единой цепочке с одной стороны стоит печь а с другой стороны уже рулон металла то есть идет после печи непрерывная разливка из нее выходит заготовка сляп по нашему да вот плоский прокат который дальше через нагревательную печь сразу попадает в прокатный стан кто не знает выкс это муромские леса боташевские заводы 18 век одни из сам но вот скульптуры на памятники к парк триумфальных войне 812 года на кутузовском их лили как раз там а кроме того у меня там по после войны был главным механиком так что как тесен мир да получается ну в иксе и выкс у меня родители там поженились знаете всегда когда начинают разговаривать находится куча знакомых каких-то пересечений учились работа мы до деревьев а вот эти вот станки которые описывали они импортные ли у нас делают ну знаете в основном конечно импортные в основном станка строения все хорошо но почти умерло нет ну какие-то проекты реализуются из участием нашим что например вот буквально в прошлом году на одном из гок металлоинвеста это на михайловском гоке была запущена кстати говоря первая после развала советская машина после развала советского союза вжиговая машина та которая происходит окатыши если это что-то говорит то есть но это сырье для ну да высоко качественно я просто помню уже очень мощные достаточно уральские заводы в свердловске где прокатные стены изготавливали и они конечно в очень тяжелое состояние пришли в 90-е годы наше настроение было тяжело и так сильно разговаривать с такими грандами металлургического бизнеса крупными металлургическими компаниями вроде как смс даниэль или то что раньше было все стальпины пару раз но это годами восстанавливается тем более что вот именно для нашей от двух до пяти с евгением сатановским и сергеем корнеевским третий час настыл нашего разговора и в студии как водится пришел профессионал эксперт человек понимающий в том чем он будет говорить существенно больше меня и слава богу металлург что меня страшно радует потому что за исключением володи соловьева это первый металлург помимо меня в этой стадии на студии юрий петрович мишин чек имеющий прямое отношение к руководству ассоциации русская сталь то есть 9 десятых стали российской федерации дает заводы которые в нее входят и тем тут неисчерпаемое громаде поэтому я очень сильно буду радоваться если мы вообще сегодня встретимся первый но не последний раз и что сегодня такое наша металлургия ее конкуренты и что происходит с новыми технологиями потому что ну вот идея была часто в том что мы кончили с советской властью а дальше все остановилось все начало разваливаться в металлургии совершенно точно не так я бы сказал это совсем не так и сегодняшние металлургические наши заводы каждый день и ночь по сравнению с тем что было вчера хотя моего родного серпа и молота вот уже в москве и нет но может с точки зрения экологии слава богу и что такое металлургия на просторах бывшего советского союза потому что даже украинская металлургия была одной из самых сильных в стране и она вполне себе была сопоставима на с металлургии россия где-то в каких-то предприятиях она была просто уникально а вот чего там сегодня непонятно совершенно и наконец что такое наши отношения с миром по этому поводу потому что может подписали вот некоторые соглашения но не ратифицировали слава богу по парниковым газом а металлургия такая штука которая их дает хоть три с ней вот вот умри но они будут и тут ничего не сделаешь есть только все заводы не позакроешь и тогда не очень понятно только у японцев что ли металл покупать вам слово в все что интересно вам вот и обрушиваете на наши головы а я превращаюсь в ухо на иврите это называется они колозе я весь ухо да я напоминаю юрий мишин у нас в гостях да спасибо что пригласили ну вы знаете для начала я бы может быть хотел сказать несколько слов о том что все таки такое русская столь и звучит хорошо звучит хорошо но на самом деле это такая общественная организация некоммерческое партнерство которое было создано кстати говоря 15 лет назад то есть в этом году практически юбилей входят туда на сегодня девять компаний то есть организация небольшая но это компании такие как евраз нечел гитогорский комбинат ну да и большую комбинат северсталь металлургической десятки тысяч рабочих вообще говоря на каждом из этих заводов да 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 и промышленный металлургический холдинг я должен всех назвать это примерно 90 процентов общероссийского производства стали на сегодня и и вообще для чего создавалась это объединение принципе в мировой практике такая вот вот система такой подход он вовсю существует и используется когда создаются такие отраслевые объединения им передается часть функций по представлению продвижению интересов отрасли предприятий по взаимодействии и с органами государственной власти со смежными отраслями с другими какими то организациями логизм лоббизм цивилизованный лоббизм собственно говоря этим мы и занимаемся плюс к тому реализация каких-то проектов которые интересны всем членам компании по разным направлениям это может быть аналитика это может быть решение каких-то вопросов связанных я не знаю с тем же самым климатом или с наилучшими доступными технологиями ну и с взаимодействием с нашим любимым ржадой и так далее что такое наши металлургию сегодня несколько скучных цифр вот доля в ввп это всего на все два процента вроде бы не очень много в промышленном производстве это 18 процентов в валютных поступлениях это 6 процентов то есть это второе место после нефтегаза работает непосредственно на основном производстве где-то порядка 400 тысяч человек я думаю что вместе с вспомогательными смежными металл торговцами пару миллионов наверное берется ну а потребителями этой продукции в конечном итоге являемся всем практически все а и на сегодня можно сказать что сталь она остается важнейшим конструкционным элементом без которого как конструкционным материалом без которого невозможно в принципе не жизнь не нормальное техническое развитие и плюс у него есть еще одно свойство уникальное по сравнению с другим материалами сталь может бесконечное количество раз практически перерабатываться в виде скрапа возвращаться в производство и из этого уже отслужившего металла ну при известных условиях может производиться вполне кондиционный продукт буквально два слова о том чтобы представлять масштабы крупные крупного металлургического предприятия вот скажем 10 миллионов тонн годовое производство это в принципе нормальная цифра у нас таких несколько штук есть и в мире их больше чем достаточно 10 миллионов тонн продукции это если машиностроительная отрасли вот 90-е годы они не прошли бесследно такой характере по-русски говорю там было вы кстати говоря спрашивали по поводу каких-то новых технических решений может быть помните когда мы еще учились в институте там очень много рассказывали про то что вот грядет новая технология которая сметет старые там доминые печи и восстановление железа совершенно верно и я хочу сказать что эта технология она последовательно развивается и в том числе может быть еще не настолько быстро как но дом и не смела дом и не смела и удельный вес еще пока и не такой большой но я хочу сказать что если смотреть например на мир за исключением китая то вот за последние там 10-15 лет установок вот этого прямого восстановления железа было построено больше чем домных печей мы не считаем а сколько железо это дало 10 процентов 15 половину нет поменьше наверное даже где то есть сегодня чугуна производится где-то миллиард сто по миру вот по этой технологии пока что 80 миллионов но это и вообще ну казалось бы на динозавров или это еще было мы лишь не восток развивается именно вот по этой линии потому что там в качестве основного и технологии технологического компонента и энергоносителя используется природный газ а в каких странах если говорить о родном ближнем востоке ну это и иран практически number one это и объединенные эмираты это и египет во многих странах там где есть даже египет да вы египте тоже у нас по такой технологии работает оскольский комбинат у нас тоже есть природный газ вообще-то говорит но мы его найдем для себя почему эта технология не развивалась наш чем она характерна то вот вы так говорить о ней а вот не все понимают из присутствующих и сейчас здесь вы знаете во первых по объему до об вложении там под поменьше все таки требуется во вторых не требуется металлургического кокса соответственно не нужен уголь а чего делать тогда это гигантская экономика то есть не надо строить кокса химы не надо дефицитный коксующийся уголь где-то добывать кстати это опять-таки для экологии кроме и получается с экологической точки зрения совершенно правильно на производство одной тонны вот этого железо прямого восстановления расходуется там 300 с небольшим кубометров природного газа и вы сами знаете что в доме на и печи это порядка 600 килограммов угля надо плюс тот же самый еще природный газ плюс и на зарплаты выходе летку пробивать он же домищик был карагандинск так что я хочу отметить что в свое время когда оскольский комбинат строился у наших функционеров и в правительстве в том числе хватило и ума и смелости пойти именно поэтому пути выбрать именно эту технологию которая вот сначала была реализована на осколе это раскручил байкова тогда монохин или нет 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 это значит изначально соглашение было подписано на межправительственном уровне россия германия затем реализации уже непосредственно этого проекта занимался ваш любимый гипромисс там был главный инженер проекта если не изменяет память замечательный человек савинов леонид маркович с ней чермет наш любимый сергей евгеньевич лазуткин там тоже руку приложил к этому делу но и восьмидесятые это восьмидесятые годы оказалось технология очень успешно очень эффективный причем качество металла совершенно бесподобное и потом уже когда оскол развивался уже в наши новейшие времена уже после развала советского союза он был частным там еще построили один прокатный стан потом цех отделки проката потом сам завод раскрутили и он сейчас является признан поставщиком практически всей европейской машиностроительной вот этой промышленности это и автомобильные компании то есть производства подшипников там и так далее интересно юрий петрович я вот периодически встречаясь на телевидении с геннадием андреевичем джигановым слышу ну некоторый стон на тему полного развала промышленности в 90-е годы ничего нового все все только на торговлю на торговлю на торговлю то что мы говорим это то что при советской власти называлось производство средств производства мы говорим о новых заводах о новых установках абсолютно технологически прорывных для времени все-таки которые вспоминают геннадий андреевич и соответственно сильной раскрутки отрасли потому что ну видимо в каких-то кусках она была уникальна и замечательно но в общем я бы не сказал что у нас она производила все то что производили те же самые японцы или германия или то что могли себе позволить производить американцы прекрасно помню никакой нас завозилась продукция трубы те же самые же самые трубы из японии вот наши общие знакомы на михаил броски просто сидел месяца 8 в японии и они реально завозили для того чтобы трубопровод оборудование по саму продукцию ну сейчас у нас новости а после них продал я напомню нас гостях председатель управляющего комитета некоммерческого партнерства русская сталь юрий петрович мишин терпиальный генеоныч на море вопросов на которые честно говоря нет возможности ответить в одной передаче ибо нельзя мы не бык покрывать овцу мы этого не сможем а время конечно как вы образно сейчас выразились а я чем могу сделать даже стадо овец невозможно покрыть одновременно поэтому давайте уж мы начали один раз но не в последние надеюсь раз мы об этом говорим и вопрос провокации мы тут пол передачи говорили о ситуации в связи с чернобылем 30 лет со дня аварии на украине чего там вообще происходит с промышленностью чего там происходит с сегодняшними заводами ну по мне так вполне печальная ситуация потому что как-то она все тревожно а что там на самом деле с украинской металлургией она же вроде как под боком и были конкурентами мощнейшими российской зале именно конкурентами они не советские времена мы вспоминаем за те цены которые они выбрасывали сюда трубу ты и никак в россии не произведешь ну во-первых можно конечно продолжать про боках содержать тематику вторая половина этого анекдота но если говорить о той ситуации в которой мы были там скажем в конце эры советского союза то мы находились в одинаковых стартовых условиях и в россии и на украине уровень был практически тот же самый так кормили там заводских столовых не в пример ох я вспоминаю больше сам помнишь и петровский череповец это две большие разницы сегодня ситуация вы правильно заметили она достаточно сильно отличается то есть почему то не знаю почему но на украине вот этот вот процесс модернизации отрасли он шел совсем другим другими темпами но ну что же честно вроде хотя вот вы понимаете ведь географически то украина расположена гораздо выгоднее чем у них порты все под боком на на экспорт возить материал получается продукцию существенно дешевле учитывая что там и внутреннее потребление это находится на все еще достаточно низком уровне баланса украинской металлургии вот следующий там порядка 80 процентов металла выводится на экспорт кажется у тебя валютные поступления ты их вкладывает почему-то не очень-то и происходит еще многое водой река море либо просто море как в ждано и он же мариуполь ну да там по дуна и кстати говоря что настолько дешево на смотрите здесь получается что вот на сегодня там еще по моему процентов 30 стали выпускается в мартена которых у нас практически не взрослые а мы где-то доля непрерывной разливки которая определяет количество ну собственно говоря эффективность производства и выход годного она все еще составляет процентов 50 наверное можно привести такой вот пример вот есть два например в прошлом во время советского союза сопоставим предприятия магнитка наша наш динозавр российской металлургии который был построен еще в 30-е годы гигантский город гигантский завод и например кривой рог завод более новые несколько но кстати говоря в последние годы советского союза ведь именно кривой рог крупнейшим по объему производства стали крупнейшим предприятием магнитка была на втором один только гок там какой был криворужский сырье ну вот это рядом ну там там же было построили девятую домином печь там объем 5000 кубометров на магнитке тогда еще в советский время существовал 35 марта навских печей сегодня нам облинить ни одного мартена там только конвертом и производство там электростали плавильное производство они построили несколько станов и и листовых, и что стоит только один пятитысячный, который катает лист шириной 5 метров высочайшего качества, они модернизировали весь завод сегодня, это одно из передовых предприятий, и Кривой Рог, который, кстати говоря, в своё время отдали, продали вот этой компании Аселор Миттл, ну это крупнейший индийский хозяин, в принципе, холдинг такой мировой по объёмам производства, Айжи и в Казахстане очень сильный, да, там Кормет, значит, Карганинский метроизмический комбинат, он тоже принадлежит Аселору, так вот, на этом Криворожском комбинате практически за эти времена вообще ничего не было сделано, построили, построили только одну машину непрерывной разливки, там на миллион, там с копейками тонн, и всё. А почему? Просто не нужно хозяевам. Ну, вы знаете, я думаю, что они настолько обрадовались, что им за 4,5 миллиарда достался вот такой завод, видимо, была такая философия, значит, вытащить оттуда, ну, как, собственно говоря, и многих собственников, даже совсем не Аселоровских, да. Ну да, вы же ещё и трава не росли. И вот, к сожалению, значит, на сегодня на какие-то обещания инвестиционной декларации, которые в своё время делались, там, то одними, собственно, то другими, они практически не выполнены. Более-менее приличная реконструкция была сделана на Алчевском металлургическом комбинате, ну, это уже… Ну, вот Запорожье сталь, Днепр спецсталь, Днепр спецсталь, по-моему, почти не дышит. Запорожье сталь, он тоже так через пень-колоду, там практически ничего и не делал. Ну, он работает. То есть, условия были абсолютно одинаковые. В Советском Союзе… Я считаю, что у Украины условия были, может быть, даже несколько лучше, потому что они всё-таки очень сильно завязаны на экспорт. Экспорт, они просто ближе к рынкам. Своё сырьё, значит, там же… Дешевле можно… Свои зумы, Восточная Европа, здравствуй, граница просто. Западная – то же самое. Тут получилось, у нас, наверное, и акционеры оказались людьми более ответственными. На развитие шли. Да, они вкладывались в развитие.